52 час, Болдергейт 2, Shadow of Am. Мы в планарной сфере. В правильной последовательности нажать на вот эти вот знаки нужно. Первое сюда, 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 и сюда. Так, должна была открыться какая-то дверь, и вот она открылась. Кстати, ускориться, наверное, надо будет. Как вам такая идея? Так, лестница куда-то влюбилась. На новую локацию. Под локацию, если ты не скажете. Я, я. Я один из тех, кто выбрал. Талгериас, тупица. Неужели тебе показалось, что ты можешь предать волшебников в рясах и прожить столько, чтобы поведать об этом? Вы проложили путь, и мы с легкостью последовали за вами сквозь открытые двери. Мы продолжим без вас. Теперь вы поймете, почему все так боятся гнева волшебников в рясах. Так, тут никаких записей не появилось. А почему написано, что появилась новая запись, я не понял. Вот, волшебник в рясе Джермиен использовал кровь. Так, это тоже написано. Потому что я не вижу, что тут что-то новое появилось. Хотя написано, что появилось новое заклинание. Так, давайте на магичку сперва набросимся. Потому что тот, я вижу, какую-то защиту применился. Ты не можешь... Блин, опять они наколдовали свою защиту. Вот как эту защиту пробивать, я не знаю. У меня нету заклинаний, которые снимают магию. Вернее, они вроде как есть, но они не работают, когда я ими пользуюсь. Давайте тогда попробуем отступить просто все вместе. Ну-ка. Хотя... Ну-ка. Давайте попробуем. Иногда, по-моему, даже сквозь защиту пробивается. О, не-не-не-не-не. Все, загружаемся. Дохлый номер. Они кинули облако-убийцу. Так, мне нужно какое-то заклинание, которое снимает магию. У меня такие заклинания точно есть. Но они не работают. Вот у меня есть заклинание снятия магии. Это боевая версия заклинания развеять магию. Которая влияет только на противника. Чары снимают с врагов в зоне поражения все магические эффекты, включая действия заклинаний, зелья и некоторых магических предметов, например, жезлов. Однако это не касается зачарованных сил. Шанс на успех развеивания зависит от уровня заклинателя и уровня развеиваемого эффекта. Базовые шансы за 50%. За каждый уровень, на который тот, кто снимает магию выше наложившего, шансы повышается на 5. Блин, сколько я не пробовал, это не работает. Это бесполезное заклинание. У меня вообще нет заклинаний, которые снимают защиту. Вообще нет. Да, я не понимаю, что делать. Опять туда этих призвать животных, животными их мочить. Хотя я помню, что магичка у меня изучала заклинания пронзающая магия и так далее. Я же помню. Ну вот, например, заклинание пролом. Вот, например, заклинание пролом. Ложим его в рюкзак. Даем магичке. Даем ей записать. Это заклинание 5 уровня. Вы выучили заклинание для... Предельное количество заклинаний для вашего уровня интеллекта. Пипец. Слушайте, получается, она просто не может выучить это заклинание из-за недостаточного интеллекта? Хотя у нее интеллект 16. Блин, это беда, ребята, это беда. Проклятие. Вот оно в чем дело. Кажется, она их просто не может выучить. Так, надо сейчас, во-первых, отойти чуток все-таки подальше. Наколдовать, наверное, туда животных. Да? Самые сильные, по-моему, это все-таки элементали. Как ни крути. Локшоу! Беда, помоги, как я могу. Так, это элементали воздуха она призвала. По-моему, был еще и огненный в свое время. Так, давайте, значит, Друидша призывает элементали огня. Священник призывает, допустим, скелета. А, о, кстати, бурых призыв животных, медведи, наверное, самые лучшие будут. Так, двух медведей призвал священник. Магичка может попробовать, наверное, призвать еще одного элементали воздуха. А Друидша может призвать, например, животных три. Можно на самом деле еще и паучка призвать. Главным героем. Так, наплодили много всяких животин. Так, нужно ускорить их. Блядь, что случилось, сукины дети? Почему у меня драться начали? Кто там дрался и только что между собой, я не понял. Так, значит, ускоряем всю эту толпень. Натравливаем животных внутрь. Так, снимаем выделение со всех моих чуваков, и пускай животные туда идут. Так, вот они там начали драться, а мы постоим в стороне. Так, кого-то замочили, обра-берсерка, но я, скорее, все призвание. Какой-то замес там идет. Так, можно, кстати, в принципе, попробовать. Я никого не потерял из своих ребят. Нет, никого. Да, заруба там, конечно, халкивает. Кажется, все, да? Так, у меня там, походу, из всех остался только дух огня, которого призывала друидша. Так, нужно новую партию свалить. А, ну там, кстати, еще облако смерти, кстати, действует. Уже, кстати, закончилось. Давайте попробуем еще, еще, она призывается еще одну толпу народу. Только надо дверь закрыть. Так, дверь закрываем. Или ее уже нельзя закрыть обратно? Блин, дверь уже обратно, кстати, не закрывается. Я не желаю, чтобы быть виноватым, когда мои силы... А, где могу я думать? Мы должны бороться скоро. Призываем очередную толпу монстров. Животных два. Аномен еще можешь кого-нибудь? Аномен тоже может скелетиков призвать. Так, кажется, там что-то началось. Нет? Нет, пока все нормально. Так, давайте сохранимся. Попробуем еще бой призвать. По максимуму. Так, призвал. Тут каждый может контролировать не более пяти животных, поэтому не более пяти существ. В этом небольшая сложность. Давайте магичку еще скелетов попробовать призвать. Так, подняла скелет. Отлично. Так, всю эту толпу сейчас ускоряем. Подождите, надо уплотнить. Уплотнить немножко, чтобы точно на всех ускорение подействовало. Да нет, уплотнить, похоже, все-таки не получится. Ладно, кто ускорится, тот ускорится. Ускоряем. Так, в принципе, все ускорились. Отлично. И снова монстров кидаем в бой. А что стоим? Медведи, давайте тоже в атаку. Что-то медведь не хочет драться. Вот, увидим, вот кого-то там. Так, давайте сохранимся. Ага, завес идет, нормуль все. Блядь, там осталась, по-моему, одна... Ой, что это он там применил? Мгновенно положил всех, всех моих монстров положил. Мгновенно. Так, пробуем еще кого-то. Если кого-то можем, призываем. Магичка животных. Друидша. Тоже животных. Священник уже все, да? Уже никого тоже может призвать. Кого-то животных. Но это уже такие слабенькие монстры у меня призывались. Самых сильных уже все отправил. Снова их в бой. Ой, подождите, стой, стой. Ускорить надо сперва. Кстати, у меня заклинания ускорения-то закончились. Все, больше хрен мы кого ускорим. Нет, да, ускорения больше нету. Поэтому без всякого ускорения кидаем. Я должен быть в порядке. Так, что он там скинул заклинание какое-то. Оглушил, оглушил. Смотри, мои три парни. Так, попробуем развеять магию. Может быть, оглушение можно развеять. Вот мне интересно. Почему у меня не отображаются все заклинания, я не понимаю. Вот я нажимаю, тип магии не переключаю, и ничего не происходит вообще. Но тем временем маги-то все равно тратят все свои заклинания. У них заклинаний все меньше и меньше остается. Блин. Он все-таки здесь нарисовался. Придется идти в атаку. Кстати, даже сквозь защиту. Группа получила 8 тысяч опыта. За что, непонятно. Маг-то как стоял, так и стоит вроде. Но Талгерия согребает. Он уже легко ранен. То есть даже сквозь вот эту защитную сферу. Я не знаю, что это за заклинание на нем. Видим-ка, это защитная магия. Он уже тяжело ранен. Так, все, справились. Так, голова Виверны. А что с ней делать? Ее, наверное, только на продажу, что ли? Голова Виверны. Отрезанная голова Виверна одновременно пугающее и успокаивающее зрелище. Даже храбрец может задрожать от страха при виде острых зубов и горящих глаз этого чудовища. Однако, утешением служит мысль о том, что простые жалкие смертные могут ее убить. Не знаю, зачем она нужна. На всякий случай возьму. Кольцо Овна. Кольцо Тарана. Это кольцо, также известное как Сокрушитель Башен, повинуясь единому слову, высвобождает фантастические и смертоносные силы. Когда оно приводится в действие, из него вырывается заряд силы в форме, смутно напоминающей очертания барана. При этом, эта сила может сметать противников со стен, разрушать ворота замков или крушить врагов. Но урон оно наносит в любом случае. Повреждение. Один раз в день от 5 до 30 пунктов повреждения противнику. Не может использовать убийца волшебников. Один раз в день от 5 до 30. Слушайте, ну прикольное колечко. Кто может, в принципе, кому его отдать? В магичке уже слотов нету. А, Йошима у меня вне в адеквате находится? В панике до сих пор находится. Блин, а кольцо я ему уже отдал, да, получается? Кольцо я проложил ему в инвентарь, хотя он находится в состоянии паники. Странно. Так, ладно, что там еще было? Что? Что ты хочешь? Я хочу расслабиться, если я побежал. Долго он там бегать будет, как сумасшедший. Натурный паник, это уже закончилось. У меня, кстати, и Минск тоже в состоянии паники пребывает. Надо попробовать уснуть, когда они подойдут близко. Или в состоянии паники нельзя засыпать. Интересно. Вы не контролируете всех членов группы. Да, пока они не закончат паниковать, мы так и... Что не сможем сделать. Если вы хотите. Так, все, они угомонились, вроде. Что? Так, кому вот это кольцо отдадим? Кольцо Овна. Мы можем вору его отдать. То есть, овор сможет иногда долбить. Так, давайте отдохнем сразу. Блин, весы напали, зараза, такие. Да. Ворту у меня в ближний бой пошел. Я не помню, кибецы такие маленькие, но такие живучие. Раз напали, значит, здесь отдыхать вообще не вариант. Значит, придется без отдыха пока. Так, это какая-то дверь? Так, это дверь, которая ведет еще куда-то. Ну, давайте начнем все-таки с левой двери обследования. Дверь ведет в пустой склад. Нет смысла пытаться обойти магические 50-ти, чтобы открыть ее. Я должен отдохнуть. Слышите, странно. А разве не должны? Я не понял. Ну-ка, подождите, я гляну в прохождение. А почему мы не можем эту дверь открыть? Может, я что-то не подобрал или что? Секунду. Так, отсюда ведут две двери. Пройти комнату льда. В честь Олег, в середине ледяного зала найдешь шлем защиты. Что-то я вообще не понял, как это работает. Давайте еще раз попробуем отдохнуть. Что ж, заклинаний-то у меня нету, не ускорится ничего. Если нападут, значит будем... Так, получилось поспать. Отлично. Так, это кто? Ледяные саламандры. Так, снежного тролля надо будет еще прикончить стрелой. Огненный, по-другому никак. Прикончили. Еще не все. Так, в центре какой-то то ли чан, то ли что. Этот шипящий прибор, похоже, излучает чистый холод. Так, тут мы находим упругую сферу от силок. Это заклинание. Какой-то зачарованный шлем и стрелы. Какую-то сферу от силок, по-моему, моя магичка знает. Нет, она его не знает тоже, прикиньте. Но предельное количество заклинаний она выучила. Черт. Так, это шлем защиты. Мирный дар. Этот шлем, который за возвышенное происхождение ценят не меньше, чем за боевые качества, был в свое время обыкновенным подарком. Миру не грозила никакая катастрофа, не нужно было побеждать очередное вселенское зло. Просто кто-то захотел сделать другу приятное. Это с тем же успехом могла быть и хорошая книга, и бутылка вина. Однако, искатели приключений невероятно практичны в том, что касается дарения. С момента своего создания шлем видел многие великие сражения, однако тепло дружбы, заложенное в его основу, никогда не забывалось. Спасбросок плюс один, сопротивник тричь, 120, холоду 20, огню 20. Защищает от критического удара. Хороший шлем. Так, воры магии использовать не могут, остальные могут. Кому дадим? Так, у этого шлем Балдурана. У этого шлем Славы. Харизму, который добавляет. Снять и мать тоже нежелательно. У священника уже аналогичный шлем Защиты. Это второй экземпляр уже получается. Так, шлем Защиты от Чар. У друидши шлем Защиты от Чар. У него владельцы иммунитет к очарованию. Получается, его надеть некому. Пусть он вообще-то, сопротивление магии-то, по-моему, получше будет, чем Защита от Чар, нет? Так, давайте я его, наверное, друидши отдам. Кстати, магичка, может быть, сможет его надеть. Ну-ка. О, его магичка может надеть. Прекрасно. Пускай тогда магичка его нацепит. Кстати, у вора вообще нету. Нету... Никакого шлема. Так, так что, кстати, здесь делать-то? Так, обчистили этот... Чан. Далее опять везет какая-то дверь. Кстати, надо отдохнуть. Отдохнули. Ты нужна что-то? Пресс! Пресс! Что, если ты желаешь? А? Так, отсюда и какой-то выход. Слушайте, я не пойму, а почему я не могу открыть вот эти двери? Они, по идее, должны быть... Их можно должно быть открыть. По идее. О, теперь они открылись. А почему до этого не открывать? Так, тут огненные элементали. Пусть с ними будет довольно тяжело драться. Я не знаю, может быть... Надо было призвать кого-то, наверное. Так, обычные камни на них не действуют. Берем хорошие камушки. Друидшие. То же самое и магички. Хотя магички, в принципе, лучше... Убануть, может быть, огоньком. Нет, ей тоже дадим магические камни. А, она и так магическими, кстати. Так, обычные на них вообще не действует ничего. Так, даем тогда зачарованные стрелы. Допустим, стрелы плюс один я дам вору. Так, а этим дадим плюс два тогда. Камушки. Если и плюс два не будут действовать, тогда не знаю. Так, стрелы плюс один тоже не действуют. Значит, плюс два. Видите, откуда они рисовались. Слышите, а у меня народ-то, кстати, уже изрядно пострадал. Подпьем таблетки. Кстати, дабы им камни и стрелы плюс два видеть, они стали эффективны. Так, зачистили. Сразу попробуем отдохнуть. Отдохнуть получилось. Еще пара заклинаний и куча всяких зачарованных штук. Сфера неуязвимости. Как пить дать, уже либо лимит исчерпан, как обычно. Заклинание шестого уровня. Блин. Такие хорошие заклинания, магичка выучить не может. Духовные доспехи. Духовные доспехи. Большой щит плюс один, плюс четыре против метательного оружия. Щит падающих звезд. Сам Эльматор наложил чары на этот щит, увидев, как мужественный юный оруженосец преодолевает ужасные смертные муки, чтобы остаться в седле. Во время жестокой битвы между конным отрядом людей и ордой хоп-гоблинов, молодой человек был отправлен за подкреплением. Дорогу ему преградила такая туча стрел, что он понял, если он сам их избежит, а его лошадь падет, он будет обречен. Тогда он принял на себя и свой щит большую часть стрел и был смертельно ранен. Его лошадь осталась невредимой и издовезла его тело до ближайшего города, где он был воскрешен из мертвых. Плюс один. Так, ну-ка. Такой щит уже точно у кого-то был. Щит цитадели плюс три. Класс защиты плюс семь. Сейчас всем по очереди буду предлагать, если у кому-то улучшится. О, нихрена себе. А, нет, ухудшился же наоборот. Класс защиты-то. О. А, нет, наоборот. У всех уже более качественные щиты, то есть этот щит тоже только на продажу, увы. Так, посох огня плюс два. Этот посох носит на себе древнюю руну, которая, возможно, связывает его происхождение с волшебниками далёгого Халруаа, что, но в этом нельзя быть уверенным. Черпая силу из плана огня, он может вызывать к жизни огненный щит, наносящий урон нападающим, может призывать духов огня на службу владельцев и может, как правило, вытянуть всю энергию из элементаря огня, мгновенно уничтожив его. Некоторые возможности ограничены количеством зарядов. Боевые свойства. Если элементарь огня получает удар, он должен сделать пас-бросок против заклинаний или будет уничтожен. Один заряд вызов элементаря огня с уровнем здоровья восемь на один час. Угненный щит, защитный экран окружающего владельца, если владельца посох, если бы на него было прочитано заклинание волшебника, четвертый уровень огненный щит. Тхак плюс два, урон три восемь. Так, посохами кто хорошо владеет? Моя хрен знает, нужен он мне этот посох огня. Если уж ей давать, то посох жреца плюс три. Хрен знает, что с ним делать. Уберу, наверное, просто в коллекцию себе. В этом медной короне. Так, уже нет места даже у стрел, так много накопилось у лучника, у этого вора, что уже просто некуда их складывать. Ага. Если вы хотите. Да. Так, она ведет к выходу. Давайте проверим вот ту левую дверь. Она до этого была, а не открывалась. Может, она теперь откроется? Да. Я буду помогать, как я могу. Прессия! Что? Нет, она зараза не открывается. А что с ней делать с этой дверью? Очень хорошо. Ха-я! Хм. Что-то я не понял. Так, ну ладно, давайте тогда пойдем. Вот в ту левую дверь. Я-я-я-я. Поверни в ту лестницу. Я-я-я-я. Так, и куда мы, где мы оказались? Хм. Так, куда они пройти? Ого. Это кто такой? Железный голем. Настроен агрессивно. Мой, как он больно бьет-то, ужас. Ой, как он больно бьет. Он еще и травит. Травит, вернее, каменные големы. Так, давайте загрузимся. Тут методом грубой силы не возьмешь. Надо еще подумать, как с ними справиться. Туман войны я вот здесь все же уберу. Туман войны я вот здесь все же уберу. Ого. А-а-ха. Ю-пойнт. Я подниму. Хм. Кидать камнями в них бесполезно, да? Я так понимаю, получается так. Так, нужно, что-таки, какой-то магией действовать. Минтс, крылья смерти, он находится в стороне. Он не имеет угроза! Минтс, он не имеет угроза! Я так рада, что ты меня привезла с тобой. Так, надо подумать. Железный голем это какая-то страшная штука. Так, у меня есть дневная звезда. Так, язык пламени плюс четыре. У этого язык пламени, у этого... Намара плюс два. Может быть надо более такое зачарованное оружие взять, например, боевой топор плюс три раздать, допустим, главному персонажу. У этого цепляков плюс три. Так у этих самые лучшие камни, но они не действуют. Так, тогда дубина плюс два скрежет. Пусть их надо как-то магией разрушать, этих демонов получается. Да. Если хочешь. Так, как быть-то. Так, как быть-то. Так, как быть-то. Прибор. Ну ладно, попробуем с ними разобраться. Так, добавим, попробуем магии. Так, допустим, у вора есть вот это кольцо. Кольцо Огна. Ну-ка, сработает оно на этом големе. Так, кстати, пресс-разрешно пробивает голема потихоньку. У меня есть шаг, я не могу. Это не так, это не так. Хорошо. Я буду помочь, как я могу. так голему таблетки так успел снять обезвредить снять яд так главный персонаж в замедлении заразы так а если ускорение снова на него оставать чтобы ускорение еще раз к ставать короче нет это не дело опять надо опять надо опять значит надо призывать этих медведей там и так далее животными опять заранее обла за спиной поставить медведей чтобы они не респанулись они испанулись за спиной у меня так кто там кто там горных медведей может призвать это довольно самые сильные по моему ребята так вот здесь они до появились значит вот сюда вот призываем медведей призываем нежить огня призываем паучка призываем так хочу уже и уже появились эти големы блина один из них там появился пипец так ну кстати главный персонаж его сдерживает он потихоньку даже наносит по нему урона следить за здоровьем блин права нули его так срочно останавливать действие я да так уже ранен потихоньку долбиться этот голем замедлили минска замедлили щенника у меня не успевают этот уже кстати железный голем тяжело ранен у них вот срочно на выручу не на выручу выручку минску за фире сейчас минску похоже сутки давали о нет минске давали давайте переиграем на самом деле в принципе можно так победить просто геморрой на значит надо и там тоже призывать кого туда давайте тогда призовем медведя 1 1 прошлый раз испанулся этот сильный голем вот здесь вот то медведей вот сюда призовем сюда уже всех остальных и 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 призвал там призвался есть одна проблема у меня меня она мен оказался в западне то есть он видите где оказался он не мог хотя подождите мы можем его отвезти в какую сторону так призываем еще допустим животных 2 вызываем допустим элементария воздуха призываем животных 3 еще так вот опять появились эти големы так от всех юнитов отводим вводим безопасное место как в этот раз все все в одном месте оказались пока животных то надо было ускорять еще блин мало призвать их надо еще ускорить так медведей положили моих мы будем еще призывать кстати голем это застряли они похоже не могут не похоже не могут преодолеть вот этот проход узкий видимо я тебя не там то ли зловонное облако то ли что призвали так натравливаем металли воздух это вы задолбали своим но эффект но эффект блин чтобы стрелы не тратил надо их тогда выложить вообще у него из инвентаря все камни все выкладываем то все равно не действует они так и будут их тратить так водный водный вернее воздушный голем дух воздуха да пошел железный голем кстати тоже огребает немножко так все замочили и воздушного голема так пока там действует вот этот вот вот это отрава не будем никого призывать сейчас отрава пройдет я снова призову москва в принципе уже наверно можно тут же нежит призвать воздух элементарь воздуха а а я его а а а а блин для них это слишком легкие воздух ну ты атаку их чё ты дух воздуху бездействует дух воздуху просто стоит и херни страдает Дух воздуха применяет яд. Получается, дух воздуха, он только моими заклинаниями может пользоваться. Тем же ядом, да? Все, замочили дух воздуха. Ну что, надо пробовать. Кстати, у меня главный персонаж замедлен. Кстати, железный голем уже тяжело ранен. Надо сохраниться. В принципе, их можно добить, наверное. Вот, но есть проблема. У меня чуваки не ускоренные. Надо сейчас всем собраться. Ускориться. После этого уже двигать. Двигать этим големом. Что я могу сделать? Так, погнали. Погнали, бой. Ой-ой-ой, опять все траванулись. Сразу страшно. С Сакар, подходим. Так, нужно срочно останавливать яд. Это много интереснее, чем любой циркис. Я сделаю. Я слышу тебя, Велин, и теперь. Теперь, главное, у человека траванули. Натурный ученик, ждет. Так, отходим. Что ж такое, вообще по ним не попадает никто, с полезностью с ними драться. Что с ними делать, я не понимаю. Железный голем, кстати, уже практически мертв. Надо как-то пробовать добивать все-таки его. Чиним главного чувака. Да вообще нужно чинить всех и все-таки пробовать добиться. Продолжение следует... Вы нужны что-то? Я буду страдать. Ты требуешь моего консультата, да? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да рычodi следует... Яд нечего остановить. Нет, нет, нет. Опять у нас ни хрена не получилось. Я не знаю, как с ними драться. У меня нету заклинаний против таких чуваков. Либо мне сейчас нужно всё-таки реально изучать опять книгу магии, искать какие-то действующие заклинания. Нужно, видимо, переделывать книгу магии. Давайте тогда отойдём. Вот. И нужно переделывать книгу заклинаний полностью. Искать какой-то к ним подход. Вот какой я без понятия. Так, у магички что тут есть? Облако смерти, понятно, на них не подействует. Иммунитет, вот это что? Иммунитет к одной школе магии по выбору. Конус холода. Малое заклинание обращения. Тоже не то. Оракул. Подчинение. Ну, подчинение же на элементаре не сработает. Так, может быть, попробовать подчинить вот этого железного голема. Я не знаю, будет ли оно действовать на големов. Они, может быть, вообще к этому иммунны. К подчинению. Так, удержание монстра. Это заклинание удерживает от 1 до 4 созданий любого типа неподвижно на месте в течение 9 или более раундов. Если я не сделаю спас-бросок с украшением минус 2. Так, давайте попробуем это заклинание запомнить. Так, удержание монстра. В принципе, можно вот сейчас по 2 и того и другого запомнить. Подчинение, удержание монстра. Посмотрим, работает это против них? Нет. Кстати, у неё ведь есть ещё и заклинание клирика. Сразу самый высокоуровневый смотрим. То, что слабыми, понятно, что не получится нихрена. Великое повеление. Так, давайте попробуем Великое повеление запомнить. Тоже. Это 5 уровня заклинания у неё. Ну, вот этими двумя пока ограничимся. Так, призываем. Опять же, блокируем подходы. Так, подождите секунду. Так, медведь, медведей всё-таки призовём, наверное, да? Так, давайте медведей. Довольно хорошие ребята, эффективные. Почему вот не отображаются среди скелета? Бродицы. Так, теперь надо, чтобы они призвались именно здесь. То есть, ни там, ни сям. Так, ну что, они будут появляться, нет? Похоже, это пульсирующая масса плоти. Центр питания сферы. Вам придётся найти какой-то способ перезарядить её, если вы хотите вернуться в откатлу. На первичный материальный план. Почему они не появляются в этот раз? Не найдя более очевидного решения, вы скармливаете сердце демона одному из множеств портов этой конструкции. В следующий момент сфера содрогается, и вы чувствуете, как она заряжается. А в этот раз вообще не появились элементали. Чё за прикол? Слушайте, а в этот раз, видите, вообще не появились демоны. Эти, вернее, как их там. Не появились эти элементали. Это скопление чёрного зла. Похоже, ослаблено и вот-вот рассыпется. В дневнике ничего нового не появилось. Блядь, вот они опять появились, сукины дети. Отходим. Отходим. Навстречу пускай монстры идут лучше. Правда, монстры у меня не ускорены. Мишки! Мишки! Все на этого чёртового медведя, быстро. Вернее, медведи, говорю. Элементалия длинного голема. Я буду готовить, что вы готовы. Вы готовы? Это все. Кстати, длинного голема-то вообще не проблем не завалить. Его-то мы легко завалили. Как я думал. С этим узким проходом неудобно ходить. Так, слаботала ловушка. Я, интересно, сохранился же, да? Сохранился. Сейчас мы её обезвредим. Я готов, я думаю. Я могу танцовать на голове пина тоже. Куча всего. Три чёрных опала. Кольцо чувства опасности. Кольцо предчувствия опасности лабиринт Низуфа. Так назывался огромный садовый лабиринт, созданный архимагом Низуфом для собственного развлечения. Сооружение могло похвастаться сотнями магических ловушек, большинство из которых были крайне смертоносными. Низуф назначил вознаграждение, которого хватило бы, чтобы купить небольшое королевство любому мужчине или женщине, который отважится войти в лабиринт и сможет достичь его центра. Тысячи пробовали и погибали, но один, ОТЕГ ВЕРМ, прошёл лабиринт главным образом благодаря своему кольцу, позволяющему видеть, где спрятаны ловушки. Обнаружение ловушек плюс 25. Ну, на самом деле, бесполезное кольцо совершенно, потому что ловушки и так можно обнаружить без проблем. Продадим мы его. Так, всё, больше тут нечего брать, да? Сейчас нужно возвращаться к тому несчастному этому некроманту, наверное, да, чтобы выбраться отсюда, я так понимаю. Блядь, чё за херня, откуда он тут взялся? Вот это жесть. Слушайте, нужно просто уходить отсюда. Просто уходить. Нет, блин. Их так много, тут мы опять не победим. А пройти нельзя, да? Пройти нельзя, они перегородили путь. Проклятье. Проклятье. Как не говорится, что мне... Я не помню, я сохранился перед тем, как это... О, нет, опять по-новой мне вскрывать, обезвреживать эту чёртову ловушку. Жесть. Продолжен в следующем часть, всем пока. Продолжен в том, что... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...